Рада всех видеть на своем мастер-классе и предлагаю сделать вот такого гусика. Размером он получится около 8-9 сантиметров. Для его создания понадобится небольшой кусочек вискозы и хлопка. Для набивки я использую обычную вату и для утяжеления металлический гранулят. Его можно заменить на песок или на стеклянный гранулят. Конечно же понадобятся иголки и нитки. Для крепления крыльев и ног я использую диски. Для крыльев 9 мм, для ног 6 мм. Но можно обойтись без них, можно сделать ниточное крепление. Тонирую я гуси масляными красками. Также понадобится клей момент кристалл и секундный клей. Также понадобятся различные инструменты. Плоскогубцы, шило, ножницы, исчезающая ручка для перевода выкройки. Можно использовать карандаш, ножницы. Клюв я леплю из моделайта. Он застывает на воздухе, но можно использовать и запекаемую пластику. Распечатываем выкройку в формате А4 и вырезаем. Беру основной материал, это вискоза, раскладываю ворсом вниз и сворачиваю пополам. И обвожу на ткань двойные детали выкройки. Это тело, крылья и верхняя часть ног. Также вы можете воспользоваться другим способом. Не сворачивать ткань пополам, а нарисовать каждую деталь отдельно, вырезать и сшивать. Мне нравится такой способ, так как я основные детали гуси сшиваю на машинке. Выкройка дана без припуска на шов, поэтому если удобно, рисуйте сразу припуск, примерно 3 мм. Продолжение следует... При нанесении выкройки на ткань не забывайте отмечать все метки. У меня на крыльях отверстие для выворачивания снизу. Для вас на выкройке я перенесла это отверстие сверху, так как сверху будет более удобнее. Продолжение следует... Продолжение следует... Для удобства закалываю детали булавками и сшиваю на машинке мелким швом. Оставляю отверстие для выворачивания и на теле оставляю отверстие, где будет вшиваться животик. Нижнюю часть лапок я делаю с хлопка. Также сворачиваю пополам, переношу детали выкройки и сшиваю, оставляя отверстие для выворачивания сверху. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... я прострочила все детали оставила отверстие для выворачивания теперь промазываю припуски для шва клей момент кристалла а Музыка Музыка Клей просох и теперь можно вырезать все детали. Музыка 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 и вырезаем. Продолжение следует... Для удобства переношу выкройку и на другую сторону. Также переношу точки крепления лап с одной стороны и с другой. Вшиваю живот, сначала я креплю верхнюю и нижнюю точки. Для удобства скрепляю материал булавками и начинаю прошивать. Я всегда шью наметочным швом, но делаю его очень мелким, примерно где-то стежок 1 мм. Вы можете прошивать любым удобным для вас швом. Всегда делаю несколько стежков, затем хорошо подтягиваю нить, чтобы материал плотно присоединился друг к другу. Продолжение следует... Все прошили. Теперь можно выворачивать. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Вставляем диски. В крылье я использую диски размером 9 мм, но можно взять и меньше. С помощью шила делаю отверстие и просовываю шплинт вместе с диском в крыло. Здесь главное сделать правое и левое крыло. Вставляю диски в верхнюю часть ног. Здесь использую диски 6 мм. Добавил субтитры DimaTorzok Вверх крыла, чтобы закрыть железный шплинт, я добавляю немного ваты. Но можно вообще не набивать крылья, пусть они останутся тоненькими. Каждое отверстие для выворачиваю зашиваю по тайным швам. Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok После того, как деталь прошита, нужно вычесать ворс из швов. Верхние части лапы набиваю ватой до припуска. Добавил субтитры DimaTorzok 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 Для того, чтобы лапа стала в согнутом виде, в середине делаю несколько стежков. Добавил субтитры DimaTorzok 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 Сначала ватой я набиваю голову и шею. Добавил субтитры DimaTorzok 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 Шплинты закручиваю долго, чтобы крылья и лапки хорошо держались. Продолжение следует... 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 Добавляю вату в шею, также ватой можно набить хвостик, а остальное пространство засыпаю гранулятом. Продолжение следует... 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 Чтобы клюв хорошо присоединился, состригаю на этом месте ворс. Продолжение следует... Наношу капельку клея и аккуратно прикрепляю кусок материала на клей, а затем уже формирую носик. Продолжение следует... С помощью стека намечаю ноздри и делаю линию рта. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Пока нос до конца не застыл, тонирую его сухой пастелью. Сухой кистью наношу сначала темную пастель, где углубление ноздри и линия рта, а затем оранжевой или красной пастелью раскрашиваю полностью клюв. Продолжение следует... 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 мне удобно использовать кисточки и щетины они хорошо распределяют краску по материалу на палитре я разбавляю краску пененом затем в жидком виде наношу ее на глаза на крылья на живот в те места которые я хочу затемнить на кончике лап я наношу красную краску а затем просто мокрой кистью растягиваю цвет по всей длине ноги и и и и Продолжение следует... 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 Продолжение следует...